Военно-мемориальная акция «Рассвет Победы» началась с митинга и возложения цветов к памятнику-обелиску на братской могиле советских воинов. Участники подвели итоги вахты памяти 2016. В этом году в Одинцовском районе найдены останки еще 80 советских солдат. Их жизнь могла быть долгой и счастливой. Ради будущего они принесли ее в жертву. Ради нас, ради каждого, кто стоит здесь на этом митинге. Ради новых поколений и вечной жизни нашей страны. Мы никогда не забудем этого подвига. Пусть каждый из нас передаст память о нем своим детям, своим внукам, а они в свою очередь передадут своим детям. Не случайно местом реконструкции выбрали село Иславское, находившееся всего в двух километрах от линии фронта. На его территории не было боев, но именно там бойцы Красной Армии готовились к решающему наступлению. Подготовка к реконструкции шла несколько недель, а ее масштаб поражал воображение. К началу битую под Москвой обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны и практически дошел до столицы. Планом Гитлера захватить город в первые недели войны не суждено было осуществиться. Поэтому немецкое командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым названием «Тайфун». Фашисты планировали разбить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок, после чего уничтожить Красную Армию в районах Западнее Вязьмы и Восточнее Брянска и выйти к столице. В общей сложности в битве за Москву погибло 926 тысяч человек. И это до сих пор неточные данные. В реконструкции задействовали технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Копию немецкого танка Т-2, советские батальонные минометы, немецкий мотоцикл и зенитное орудие. В этом году участие в акции «Рассвет Победы» приняли более 20 военно-патриотических объединений не только из Одинцовского района, но и других регионов России. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.